А вам по карману кофе из экскрементов в 200 долларов. Изобрели кофе-лювак в начале 20 века. В те годы так называемые цивилизованные европейцы-колонизаторы запретили коренным жителям острова Бали Индонезии пить кофе. Ибо, как считали белые люди из Европы, люди низшей расы могут и должны пить только воду. Однако, балийцы любили кофе, поэтому легко провели европейцев-голландцев. О том, что на острове есть зверек, который любит кофейные зерна, поедает их, но не переваривает до конца, островитяне, конечно же, знали. Вот и стали они собирать за цивятой, или мусангом, она же малайская пальмовая куница, то, что она оставляла после того, как вдоволь наестся кофейных вишен. Балийцы отбирали неповрежденные зубами и когтями зверька кофейные ягоды и готовили из них кофе. Колонизаторы же думали, что местные жители окончательно сошли с ума, поедая звериные экскременты. Впрочем, продолжалось это недолго. Уже к середине 20 века, когда Индонезия обрела независимость, на сей странный гастрономический обычай обратил внимание некий пронырливый японец, приехавший на уже свободный от колонизаторов Бали в поисках чего-то нового, интересного и необычного. Он просто попросил разрешения попробовать напиток и был восхищен нежностью и оригинальностью вкуса. Тогда о люваке узнали в других странах. Сегодня это самый редкий и дорогой кофе в мире. В Индонезии его изготавливают на островах Бали, Ява, Сулавеси и Суматра. Секрет настоящего балийского кофе-лювак не в рецептуре, ибо поедают балийские мусанги самое что ни наесть обычные спелые зерна сорта арабика, а в желудочном соке зверька, который на местном языке бахоса и называется «лювак». Именно этот продукт воздействует на попавшие в желудочно-кишечный тракт мусанга спелые кофейные вишни, превращая их в то, из чего впоследствии и получается знаменитый кофе. Несмотря на то, что кофе-лювак сейчас можно найти и во многих уголках мира, настоящий сложно встретить даже на самом острове. Что значит настоящий? А то, что в 99% случаев на Бали вы найдете лишь бленд, микс, лювака. И перемешан он будет в лучшем случае с простыми перемолотыми зернами сорта арабика, в худшем это будет кислящая робуста. При этом цена такой смеси будет сопоставима со стоимостью оригинального продукта. Оптовая цена оригинального лювака не может быть меньше 200 долларов за килограмм. Ведь один мусанг может выдать на гора в день не более 50 грамм кофейных зерен, для этого ему нужно съесть около 1 килограмма кофейных ягод, которые впоследствии и станут самым редким и дорогим кофе в мире. И никакие кризисные явления не могут повлиять на снижение этой цены, хотя именно этим многие нечестные на руку продавцы и объясняют подозрительно низкую стоимость килограмма лювака. Приготовить же лювак очень просто. Благодаря мелкому помолу, который является традиционным для Бали, лювак достаточно залить горячей, но не кипящей водой, интенсивно перемешать и дать ему настояться в течение 1-2 минут.